Изначально основанием для бронзовой скульптуры был скальный камень, однако со временем он стал разрушаться. Теперь воин-афганец будет стоять на гранитном постаменте. Этот материал, как говорят эксперты, практически вечный. Для ветеранов афганской войны имеет значение очень большое. Мы собираемся здесь в памяти не только в день вывода войск, но и по другим торжествам. И просто собираемся здесь. Собираются здесь воины-афганцы, которые приезжают на отдых в город. И надо сказать, что почти каждый день мы здесь бываем, кто-нибудь подходит, присутствует, приносит цветы. Поэтому место очень примечательное. К тому же этот памятник был построен. Один из первых на постсоветском пространстве. После завершения первого этапа работ специалисты ремстроя приступили к благоустройству прилегающей территории. Мы сейчас еще не определились с дизайнерами. Сейчас определимся. Скорее всего, будет какой-то красивый камень, может быть, туик, плитка. Ну, посмотрим. Глава Анапы Юрий Поляков поручил завершить реконструкцию памятника к юбилею вывода войск из Афганистана. Как говорят в управлении ЖКХ, все работы будут завершены в срок. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.